Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей, а именно сегодняшний киношедевр Уралки и Сарафана. Часть третья Мэр Лизонского балета на сегодняшний ролик о сладкой парочке. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и конечно же писать хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Ну что, мои хорошие, будем с вами, как всегда, начинать с того самого момента, на котором мы с вами закончили. Уралочка, сидя в салоне автомобиля, рассказывала о том, что вот сейчас у нас, ну, солнышко светит, а чё бы не прогуляться. Вон Иришка сидит в соседнем автомобиле, тоже ждёт сраилку, ну и мы с вами пройдёмся, да, показывать что-то не будем, там погуляем, покусим, ну и так далее. Да, друзья мои, что же ещё делать? Конечно же, раз прогуляться, это в понимании Уралки и Сарафана, и их компашки, да, их, так скажем, вот этой вот компашки, имеется в виду, что, конечно же, они будут есть. Есть и ещё раз есть, ну как без еды. Не туды, как говорится, и не сюды. Ну и, собственно, следующий кадр, уже пришёл сарафан. Сарафан был на базе, да, 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 пришёл, пришёл, пошёл за помидорчиками, притащил помидоры и притащил шампиньоны. Боже мой, друзья мои, уралка хватает помидор, а он, вы знаете, почти как деревянный. Вот такие самые помидоры, которые они берут в светофоре, да, которые продаются и в пятёрочке, и в магните, вот эти самые дешёвые, которые пластиковые, деревянные, без вкуса, никакие, уралка. Стоило ехать на базу за деревянными помидорами, когда можно было купить хорошие и замечательные, да, они бы были где-то за 400 рублей за килограмм, но чё бы, собственно, и нет, да. Скупой, как известно, платит дважды, тем более не последний хрен без соли доедайте. Ну, мы-то с вами понимаем, зачем сарафан опять рванул на базу вместе со сраилкой, да. У них там, друзья мои, очень важное спецзадание. Ну, а далее, далее поехали, решили погулять. Следующий кадр, и нам показывают, как уже идут. Идут, грибут, уралочка еле передвигает двумя своими и говорит, ну, там посидели в кафе, вкусно. Поели, ребята, а мне очень даже интересно, а почему это нам с вами не показали, как компашка, друзья мои, как вот эта вот шайка-лейка, вовсю гуляли, ели, пили в кафе, да. Пили-еле, друзья мои, что-то вот странно не показали. Обычно всегда с таким удовольствием все это дело показывают, а тут молчок. Не знаю, показывала ли там что-то Ириха, понятия не имею, я к ней давно уже не заходила. Но вот наша красопета что-то не вась-вась совсем ничего. Ну, приехали тут в Мегу погулять, говорит Уралка, да, там уже ирискины девчонки вовсю гуляют. Но, понятное дело, надо куда-то себя деть и надо где-то снять контент, естественно. Далее, далее лялька, увидев горку, говорит, ой, а может, говорит, сейчас мужчины нам здесь покажут мастер-класс? Может быть, говорит, покачают здесь какой-нибудь пресс? Уралочка, какой пресс? Мне просто интересно. Где-то там увидела пресс у Сарафана и у Сраилки. Уралка начала смеяться, мол, это трудовая мозоль. Уралочка, ну да, действительно, так в народе говорят. Трудовая мозоль, имея в виду животик мужчины. Но твой мужик, поскольку вообще нигде не трудится, поэтому у него трудовой мозоли априори быть не может. Далее, друзья мои, глядя на ту же самую горочку, Уралка говорит, Сафарчик, а ты можешь с разбегу здесь скачать, вон на эту горку? А Сраил, мол, забрался, да. Сарафан ей сказал, нет, мол, типа, не могу, да. Да и зачем я буду бегать по этим горам, мол, у нас в Таджикистане да столько гор и так далее. Ну да. Мы-то поняли прекрасно, что и Сраил туда забрался явно не с разбегу. Да и Сарафан бы уже, конечно, ни с какого с разбегу никуда бы не забежал. Уралочка, это все ладно, это все лирика. А вот как бы была картина маслом, если бы ты попыталась с разбегу забраться на эту гору. Ну, понятное дело, с разбегу Уралочки бы не получилось. А мне бы просто хотелось бы посмотреть на эту картину маслом, как бы Уралку. Всем гуртом, друзья мои, вот все, кто там были на этой детской площадке, пытались бы поднять, затолкать на эту гору. Вот это было бы поистине очень даже весело. В общем, что я хочу сказать. Уралка тут же, когда поняла, что они гуляют не одни, что они уже в компании Ирихи, Сраилки, да. Она тут же начала опускать своего муженька. Высокие отношения, вы знаете, вот прям уважение сквозит из всех щелей. Что-что, а опускать друг друга они очень даже любят. Особенно Уралочка. Всякий раз, когда она находится между двух огней, с одной стороны Сафарчик, с другой стороны Сраилка, Уралочка всякий раз предпочтение отдает Сраилке. Говорит, смотри, смотри, да, то помните, как она опускала Сарафана, когда говорила, вот ты-то плов готовить не умеешь, посмотри, какой Сраила хорошо получается, да. Либо еще что-нибудь, Уралочка всякий раз постоянно опускает Сарафана. Уралка, ты знаешь, в нормальной семье так никогда не делают, а уж тем более делать это прилюдно, это все-таки дурной тон. Близкого человека свою вторую половину нужно как минимум уважать. Ну, любовь, понятно, да, но и уважение должно быть обязательно. Далее, далее Уралочка, друзья мои, вот прямо, знаете, разослилась. Сегодня что-то с ней было не так, видимо, встала не с той ноги, что-то не так, что-то случилось. И она идет вдоль забора и говорит. Я умею говорить правильно, но мне хочется говорить неправильно. Мне так хочется. Мы на своем канале вольны делать, что захотим. Вот сейчас захочу и спляшу. И в этот момент, ребят, эта кракозябра ползет вдоль забора, переваливаясь, как утка, с ноги на ногу. Уралочка, твои танцы в кабардинке мы имели честь наблюдать. Я еще так смешно тогда это все комментировала, да? Помните, как она там постояла? Покрутилась ручками совсем чутарик, совсем чуть-чуть. И через 2-3 секунды, ну, через 30 секунд, окей, поползла в сторону холодоса с мороженым. Вот это были танцы, просто танцы. Не то, что минутка, пятиминутка. Нет, это были танцы секунды. Да, буквально несколько секунд. Короче, Уралочка сказала, я захочу и я сплещу. А ну-ка, Уралочка, давай циганочку с выходом. Или под черный ворон там что-нибудь, или еще что-нибудь. Джинглбен, джинглбен. Вот Уралочка бы нам забацала. Но, друзья мои, я все-таки думаю, что Уралка неспроста плелась там, знаете, одиноко вдоль забора. Пошла куда-нибудь подальше, чтобы, опять же, не пугать честной народ, которые спокойно себе проходили мимо и даже думать не думали, что в этот момент они смогут лицезреть танец, друзья мои, этой нашей ляльки полкило. Да-да. Ну и говорит. Ну, ну что? Ну, да. Я вот как хочу, так и говорю. Уралочка, хорошо. Окей. Я с тобой согласна. Я всякий раз вам это говорила. Вам тем, кто является действительно дрессированными хомяками. Понимаешь, вот самое интересное. Чего же ты тогда так реагируешь? Почему? Вот, ребят, честно, мне непонятно, да? То она начинает оправдываться, начинает, ну как правильно, ну как вот. Если вот так правильно, так что ж ты тогда спрашиваешь, а как правильно, да? Если ты говоришь, я знаю, как правильно, но я буду говорить так, как считаю нужно. Так зачем ты тогда оправдываешься? Зачем ты тогда говоришь, как правильно, вот сами решайте, а как правильно, сложу или сложу, а как будет правильно, а вот я не знаю и так далее. Да если бы ты умела говорить правильно, ты бы и говорила правильно. Дело в том, что ты знать ничего не знаешь, оскурила букварь за углом школы, поэтому, собственно, на этом все. И еще, друзья мои, я миллион раз говорила таким, как Уралочка, и не только ей. Что, понимаете, вся разница между человеком, который что-то из себя представляет, и человеком ведомым – это тогда, когда тебе что-то сказали. Вот сказали, пытаются тебя зацепить, сказали, как уралочки. И она, как дрессированный хомяк, начинает метаться из стороны в сторону. То есть она слушает и делает так, как ей говорят. Итак, ведь порой, да, иногда люди могут поправить, сделать что-то правильно, да, сказать, что вот надо вот так, надо вот так, надо вот так. Но когда люди просто докапываются, это абсолютно разные вещи. Но вот уралочка почему-то не может нести себя как личность. Она всякий раз начинает метаться из стороны в сторону. Но при всем при этом то одна версия, то, значит, говорю, как хочу, то, значит, она ведет себя как самый настоящий дрессированный хомяк. Ну и потом, уралочка, ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Тебе же опять же пишут твои же зрители. Зачастую тебе пишут твои обожатели, твои хомяки. Кстати, они тебе и пишут по поводу того, что ты неправильно говоришь. На моих зрителей не получится перевести стрелки, потому что мои зрители и высказываются о тебе, так только делая это на моем канале. На твоем канале они даже не ходят и не создают тебе активность. Ну, как-то так. Поэтому все свои претензии к своим же девочкам, фефочкам, к своим же зрителям. Далее, друзья мои, когда она сказала, «Я уральская девчонка». Ну да, уралка была когда-то тридцать лет тому назад. Помните, как черепаха? Триста лет тому назад. Или кто там был, да? Так вот, друзья мои, черепаха. Вроде да, вроде. Вроде да, вроде да. Ну и что? И, значит, уральская девчонка. Нет, уралочка. Ну, то, что ты уже не девчонка, это понятно, но дело даже не в этом. Как любят, посмотрите. Значит, а когда говорить про тридцатилетних или про сорокалетних, они у нее бабки. А она, видите ли, в 54 выглядит на 75 девчонка. Я в шоке. С этого маразма и с этих маразматичек, друзья мои, да-да. Вот они такие, вы знаете, они могут себе это позволить. Они за собой ни черта не видят. Голоса свои не слышат, себя в зеркале не видят давным-давно. Но, вы знаете, вот всем делают замечания. Но, по поводу уральской. Уралочка, ты ж уже давным-давно стала марьямкой. Какая ты уральская? Ты теперь кишлачная марьямка. Вот, собственно, и все. Я, говорит, в рассвете лет, уралочка, в рассвете сил и лет у нас был Карлосон. А ты явно на него не тянешь. Тебе даже если пропеллер в 10 раз побольше поставить туда-назад, где он был у Карлосона, то ты все равно подняться никак не сможешь. Далее, смотрю, Сарафан, друзья мои, опять начинает вспоминать обзорные каналы. Да-да, до этого дурака все никак не доходит разница между обзорным и влоговым каналом. Сарафан, ты себя сравнивай с влоговыми каналами, такие, как Мама Отличника, у которых намного больше зрителей, с такими, как Мили Ванили, да, но еще со многими другими, у которых там и миллионы, и по два миллиона. Вот по сравнению с ними, вы вообще просто, просто песчинка, как говорится, самая настоящая. А сравнивать себя с обзорщиками, это очень глупо, это абсолютно разные контенты. Далее, они рассказывают о том, как хорошо обдушка пришел домой, а ему там так хорошо, без нас, мол, так хорошо. Ну, правильно. Как навоз ехать, да, там, таскать, что-то делать, что-то помогать, конечно, с обдушки тоже, знаете, толку, как с козла молока, да, и мы видели вчера с вами, имели честь наблюдать, какой он ленивый, весь в тетю Олу, да, и весь в папку, но больше даже весь в тетю Олу, о чем я вчера и говорила в ночном эфире. Ну, все-таки. Знаете, как поехать, да, так возьмем доширак, если что, поест рыба, а если не поест, поест один доширак. А как сами собрались, там, люляшек поесть или еще чего-то, поехать погулять, да, на детские площадки, так обдушка у них всегда, либо к репетитору, а потом торчит дома. Зашибись. Далее, друзья мои, начались самые настоящие брачные игры кишлачных. Это что-то с чем-то. Уралка говорит, ой, ну, когда они собираются, с Афартик, с Израилом, как встречаются. Ну, да, друзья мои, со стороны это, конечно, смотрелось очень мощно, очень сильно, учитывая тот самый момент, что два великовозрастных дядьки, две такие великовозрастные дитины, которые выглядят не на свои, там, 36 лет, а выглядят значительно старше, лет так на 55, да, и ведут себя как мальчики. Но это объяснимо, потому что рядом с ними женщины, которые старше своих мужчин. Поэтому рядом с такими женщинами они себя ощущают мальчиками, а женщины им постоянно утирают сопельки. Да-да, ну, вот именно и так. Далее. Далее, ребята, что началось? Вы знаете, когда полезли вот эти вот ненормальные сарафан со сраилкой на детские качели? Я, вот сказать, что я была в шоке, ребят, это просто не сказать ничего. Хотелось, хотелось просто крикнуть, вы что там забыли? Вы что там забыли на этих детских качелях? Вы зачем туда полезли? Орут как ненормальные. На этой детской площадке вели себя как самый настоящий цыганский табор. Уралка вообще сидит в одном месте, орет на всю Ивановскую, как какая-то ненормальная, как будто, знаете, у нее не все дома. Ирка старалась в кадр не попадать. Сейчас мы еще до нее дойдем обязательно, да. Сарафан пока там, значит, баловался, баловался, получил под зад, сидел там, хватался за свой зад, рассказывает о том, как у него задница болит. Ириха, ребята, когда я увидела нашу эту в красном, дай нам несчастном, я, ну, сказать, что я была в шоке, ребят, это просто ничего не сказать. Вы знаете, сидит какое-то нечто. Сначала я увидела гору красную, в красном, знаете, такая красная гора. Я сижу такая, что-то задумалась о своем, потом я смотрю, и я понимаю, что это гора, это не просто гора, друзья мои, да, это не извержение вулкана, нет, это сидит наша Ириха, друзья мои. Вы знаете, ну, вот как бы так сказать, чтобы, знаете, особо там никого не обидеть, да, ну, просто необъятных размеров. То, что она уже обогнала Уралку, ну, то, что она ее догнала, это 100%. Какие ее годы? Она говорит, что ей 40 лет. Я не верю, что ей 40 лет. Она не выглядит, как 40-летняя девушка в 40 лет, да, многие выглядят просто как конфетки, и даже в 45 лет выглядят как конфетки, то что уж там многие в 50 лет выглядят как конфетки, и в 55 и так далее, да, но это вообще что-то с чем-то. Сидит вот эта огромная необъятная гора, в красном, с рюкзачком, за спиной, в этих очочах, да, как я говорила с самого начала, как только я увидела Эриху, я сказала, что она похожа на Ждуна, и многие стали писать, Галя, точно, мы все думали, на кого она похожа. Еще она похожа на Муми-маму, и еще она всегда была похожа на Крота, особенно в очках, да, да и без очков, у нее очень-очень маленькие глазки, глубоко посажены. Я об этом говорила всегда, как только я увидела Эриху. Ну, друзья мои, вы знаете, вот если так присмотреться, если не знать, что это сидит, вот как бы Эриха, да, женщина и так далее, подумай, что это сидит какой-то раскормленный, перекормленный подросток, тинейджер, с рюкзачком за спиной, вот этот вот гора, да, вот ребенок, который перекормлен, который тоже принимает участие в передаче по ТЛС «Семья Эстонны». Вот это, вот это действительно, знаете, вот это действительно участник этой передачи, о чем я вот вам всегда часто рассказывала, да, когда мы только-только с вами начинали обозревать Уралочку вместе со мной. Ребята, это нечто. Я посмотрела на нее, Ириха, если тебе сракет, то сказать, что я тебе сочувствую, это просто ничего не сказать, это ужасно. То, до какого вы себя состояния две женщины довели, это просто ужас. И кричать о том, что вам кто-то завидует, да, Боже, упаси, вы выглядите просто ужас, просто кошмарно. Да никому никогда на свете не пожелаешь так выглядеть. Какой там кекс? Кто там говорит, что у них там какой-то с мужиками кекс? Я вас умоляю, там ничего сделать нельзя абсолютно, там даже они двигаться не могут нормально, а не ходить не могут. Вы посмотрите, как шла Уралка в конце ролика, и как она до этого шла. Она шла, как утка, перекид, с ноги на ногу, переминаясь, как вообще, как... Представляете? Жрала, жру и буду жрать. Да жрите дальше, Господи, обожритесь там. Это что-то с чем-то. В общем, ребят, когда, знаете, они вели себя на детской площадке, как просто какие-то дикари. Я говорю, какой-то цыганский табор неадекватный. Причем вот эти ненормальные с Раилка с сарафаном понеслись, как оглашенные, на все вот эти вот детские, да, Господи, тренажеры. Везде, вот там дети, там подростки, эти два ненормальных несутся, а это туда-сюда, это орет, сидит, как оглашенная Уралка, прямо на всю, на эту детскую площадку. Боже, там и мамочки с детьми, с маленькими детьми. И что я хочу сказать, что вот эти вот двоеки шлачных ведут себя очень некрасиво, очень невоспитанно. Я про папаш, да, что девчонки у них тоже бегают, орут, как оглашенные, точно так же себя ведут, потому что, ну, если родители невоспитанные, то, собственно, и детей некому воспитывать, это понятно. Уралка стоит, орет, кричит, хоть бы штанишонки, ну, штаны, штанищонки, штанишонки, штанишонки, что бы штанишонки, говорит, хоть бы штанишонки, говорит, с него не спали, это она говорит про Сарафана, я в шоке. А Сарафан пришел и говорит, ты меня просто перекормила, и сидят гогочут, смеются, я на них так посмотрела, ребят, без слез не взглянешь. Хочется им сказать, слушайте, не пугайте народ, есть детская площадка, она для детей рассчитана, а не для таких кабанов, как вы. Как-то найдите себе другое место дислокации, ребят, я в шоке. У меня даже, знаете, сегодня прям эмоции зашкаливают. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии.